Какого-то проекта должны согласовываться с общественностью. Открытие мемориала и аллеи памяти не обошлось без скандала. Жители района на пересечении улиц Малахова, Георгия Исакова возмутились, что теперь их аллея похожа на кладбище. Горожане говорят, что им неуютно гулять с детьми, а солдаты якобы заслуживают лучшей памяти и в другом месте. Правда, многие все же считают мемориал уместным. Это очень хорошо и правильно выбрали. Здесь люди прогуливаются, здесь люди смотрят. Многие не знают об этом. Вот сейчас будут видеть, прочитают и узнают, какие у нас герои, какие славные ребята десантские. Между прочим, история тех, чьи фото увековечены на аллее героическое. Молодые солдаты 6-й роты 20 лет назад попали в бой с чеченскими боевиками. Из 90 бойцов выжили всего шестеро. У террористов было численное преимущество. Большинству парней на момент гибели не было 30 лет. 22 солдата получили звание Героев России. Да, было страшно тогда. Те моменты. Этот минометный обстрел. Труп. Было страшно видеть своих товарищей уже неживыми и раненными. В этой роте служили и наши земляки. Для тех, кто прошел Чеченскую войну, аллея памяти больше, чем просто историческое место. Про этот подвиг редко вспоминают. Второй такой мемориал есть только в Пскове. Эстетично выглядит мемориал или нет, похожие эти памятники на надгробие или на что-то другое. На самом деле вопрос сугубо субъективный. Но это не отменяет их исторической значимости. Поэтому, может быть, вместо того, чтобы роптать на неказистость сделанной аллеи, стоит прогуляться по ней с ребенком и рассказать ему о том, кто все эти солдаты и что именно они сделали для нашей страны. Ну и, может быть, просветиться самим. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.